ЧАО ТУТТИ, СЕЙ ЛА ПРИМА ВОЛТА, КИ СЕЙ СУЛЬМИЮ КАНАЛЕ, АЛЛОРА БЕМВЕНУТО О БЕМВЕНУТА. СОНО НЕ ЛА ПРИМА ВОЛТА, АЛЛОР БЕН ТОРНАДО О БЕН ТОРНАДО. Мы сегодня продолжаем говорить о врачайшее время. Как все знают, врачайшее время в итальянском языке, по сату просиму, это самое важное врачайшее время, потому что она отвечает на вопрос, что сделали. Как говорится, мужики сказали, мужики сделали. Сегодня мы будем говорить о модальных глаголах в прошедшее время. Плюс глаголы, которые иногда заверят, иногда сессеры. Надеюсь, у вас после этого урок уже вопросов в голове не будет. УНУДУЯТ РЕКО МЕНЧЯМУ, ТОЕСТ, ПОГНАЛИ! Когда мы делаем по сату просиму, мы используем глаголы о вере, когда основная глагола, она имеет прямое дополнение, у джетто де ретто. То есть, в простых словах, она может отвечать на вопрос ЧИГО или КОГО. Например, О МАНЖАТО ЛА ПИЦА. КИ КОЗА? ЧИГО? ЛА ПИЦА. О ИНКОНТРАТО ПАОЛО? КИ? КОГО? ПАОЛО. А с глагола эссеры в рук 30 мы это все разобрали и очень много примеров у нас было. Иногда глаголы в итальянском языке, они могут быть из эссеры и о вере. Такая же глагола, вы можете ее увидеть из эссеры и можете вы ее увидеть из о вере. Иногда значение не меняется. Ну вот, если я говорю ЕРИ А ПИЦУВУТО, или ЕРИ Э ПИЦУВУТО, это вчера дождь пошел. Или если я скажу ЛА СИТЕ МАНО СКОРСА А НИВИКАТО, ЛА СИТЕ МАНО СКОРСА Э НИВИКАТО, это на прошлой неделе снег пошел. Но иногда, когда глагол эссеры, то она имеет одно значение, а когда она эссеры, то имеет другое значение. И в русском языке два глаголя разные. Вот мы сейчас это будем разобрать. Первая глагола, которая может быть из эссеры или о вере, но она меняет значение, это глагола КУМИНЧАРЕ, НАЧИНАТ. О КУМИНЧАТО А ЛАВОРАРИ, я НАЧИЛ РАБОТА, потому что здесь есть адвес на вопрос ЧИВО или КОВО. Мария А КУМИНЧАТО А ПАРЛАРЬ БЕНИ ЛИНГЛЕЗИ, ИЛ БАМПИНО А КУМИНЧАТО А КАПИРА, ОН УЖЕ НАЧИЛ ПАНИМАТО, Ребенок НАЧИЛ УЖЕ ПАНИМАТО. А если я скажу ЛА ПАРТИТА Э КУМИНЧАТО, значит МАЧ НАЧИЛСА. Если я говорю ЛО СПЕТАКЛУ Э КУМИНЧАТО, значит СПЕТАКЛЬ НАЧИЛСА. Значит, эти глаголы, вот как КУМИНЧАРИ, они имеют два формы. Форма САВЕРИ, то есть НАЧИНА ЧЕГО или КОВО, А вторая форма, это как в русском языке, возвратная форма этой же глагола. НАЧИЛСА, МАЧ НАЧИЛСА, СПЕТАКЛЬ НАЧИЛСА. ЛО СПЕТАКЛУ Э КУМИНЧАТО, ЛА ПАРТИТА Э КУМИНЧАТО. И меняется глагол, когда СЕСЕР, когда САВЕРИ. Так же, как КУМИНЧАРИ, глагол ИНИЦИАРИ. ИНИЦИАРИ это синоним КУМИНЧАРИ. Можно говорить О ИНИЦИАТО А ЛАВУРАРИ, О КУМИНЧАТО А ЛАВУРАРИ. Это одно и то же. ЛА ПАРТИТА Э КУМИНЧАТО, О ЛА ПАРТИТА Э ИНИЦИАТО. ИНИЦИАРИ ИНИЦИАРИ, О КУМИНЧАРИ, ОНИ СИНОНИМИ, И ОНИ ОБА МОГОТ БИТЬ САВЕРИ И СЕССЕРЫ. Вторая глагола, это ФИНИРЕ. О, ФИНИТО И СОЛДИ, А, И СОЛДИ СОНО ФИНИТИ, ОНИ ЗАКОНЧИЛИСЬ. Или ИНИЦИЛЬМ Э ФИНИТО. Значит, тоже ФИНИРЕ, если она отвечает на ЧИГО, КОГО, если у неё есть прямое дополнение, то есть ОДЖЕТИ ДЕРЕ, то она отвечает на вопрос КИ КОЗА или КИ, ЧИГО или КОГО, то она САВЕРИ. А как она уже СЕСЕРЫ, то она предварится в возвратной форме в русском языке. ИЛЬ ФИЛЬМ Э ФИНИТО, ФИЛЬМ ЗАКОНЧИЛСЯ, ЛА БЕНЗИНА Э ФИНИТА, БЕНЗИН ЗАКОНЧИЛСЯ, или И СОЛДИ СОНО ФИНИТИ, ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ. Если жена умная и хочет говорить мужу, что деньги уже нету, то она не будет говорить ОФИНИТО И СОЛДИ, Я ЗАКОНЧИЛА ДЕНЬГО, она будет говорить ОФИНИТО И СОЛДИ СОНО ФИНИТИ, то есть ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ. Следующий глагол это КАМБИАРЫ, МЕНЯТО. О, КАМБИАТО ЛАВОРУ, Я ПОМЕНЯЛ РАБУТА, МАРИЯ КАМБИАТО КАЗА, МАРИЯ ПОМЕНЯЛА МЕСТЬ ЖИТЕЛЬСТВА. Если меня встречают на улице и говорят ОООО, СИ КАМБИАТО МОЛТУ, ТЫ ИЗМЕНИЛСЯ. МАРИЯ И КАМБИАТО УЛТИМАМЕНТЕ, МАРИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ В ПОСЛЕДНЕ ВРЕМЯ. ЛАВИТА ИН РУССИЯ И КАМБИАТО МОЛТУ УЛТИМАМЕНТЕ, ЖИЗНЬ В РОССИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ СИЛЬНО В ПОСЛЕДНЕ ВРЕМЯ. Как глагол КАМБИАРЫ, есть несколько глаголов, они идут в таком же принципе. Первое глагол это МИЛЬОРАРЕ, это УЛЮЧИТ. ХО МИЛЬОРАТО НЕ ОНГЛИСЯ, Я УЛЮЧИЛ СВОИ АНГЛИСКИ. А, Л МИО АНГЛИСЯ Э МИЛЬОРАТО, МОЙ АНГЛИСКИ ОН УЛЮЧИЛСЯ. Так же ДИМИНУИРЕ, ДИМИНУИРЕ ввые дири УМЕНЩИЛЬ, АНО ДИМИНУИТО ЛА ПЕНСИО, А НИ ОМЕНЩИЛИ ПЕНСИО. АЛА ПЕНСИОНЕ ЭДИМИНУИТА. Ещё противоположные димуиры уменьшали, увеличили, это аументали. Они аументали ли стипендии или они аументали ли прессии, а и прессии соно аументати. Следующий глагол это пассари. Пассари, когда с авери, это пассари или темпо. О пассату два джорни арома. Я провол два дня в Рим. Абьяму пассату у набелла ваканса. Мы провели очень хороший отпуск. Глагол пассари, когда нас ест, она означает зайти. Соно пассату банка. Я зашёл в банк. И соно пассату дала мама. Я зашёл к маме. Или ещё можно говорить соно пассати 10 минут. Прошли уже 10 минут. Ещё такие глаголы, как корреры, бегать, солиры, подниматься и шендеры, спускаться. Это в основном глаголы, они сестры. Эти глаголы они могут тоже, если они в таком контексте, в котором они отвечают на вопросы чего или кого, то они не меняют смысл, но они саверят. Например, «Соно солито алкуинтубьяно». Я поднимался на пятый этаж. Или «О солито ле скале инферетто». Вторая форма, как вы видите, она отвечает на вопрос чего кому. Ле скале. Поэтому здесь солири, а она саверия. Особо как бы значение не меняется. Но просто во вторая форма, саверия, она отвечает на вопрос чего. «Соно шейзо алприму пьяну». Я спустился на первый этаж. Или «О шейзо ле скале». Я спустился по лестницу. Вторая форма, она отвечает на вопрос чего кого. Ле скале. Поэтому саверия. Длаголы корреры. «Соно корсо оказа». Я побегал домой. Бегом, пошёл дома. «О корсо – 2 километри». Я побегал 2 километри. Потому что «О корсо». Здесь глаголы корреры отвечают на вопрос чего кого. Чего? 2 километри. В итальянском языке есть такая прикольная глагола «суонаре». От слова «суоно» звука. «Суонаре» первое значение означает играть на чём-то, какой-то инструментом языкальном. Но делать звук. Например, «Пауло суона ла гитарра». В прощайшее время будет «Пауло а суонату ла гитарра», «Пауло играл на гитару». Так же, как «Пауло а кантату», «Пауло спело». Когда она не означает играть на какой-то инструмент, она означает задавать звук. Но, как, например, когда звонят в дверь, этот звонок называется «эль компанелло», «суонаре» «эль компанелло». Здесь можно говорить «э суонату ла кампанелло» или «а суонату ла кампанелло». Как утром, у вас утром в 7 часов, «лазвелье суона», «пудельник будит» или «звонит». «Они жорно», «лазвелье суона», «стаматина», «э суонату» или «а суонату». И здесь оба форма пойдут. Но в первой форме, когда мы играем на инструмент, это только «савире». Последняя глагола, которая может быть с «сэр» или с «авире», это глагол «вивэре». «Вивэре» может быть с «сэр» и с «авире». Но если вы хотите говорить «кто-то где-то жил», то тогда с «сэр» как. «Мо падре е висуто в Ингильтерре», но мой папа жил в Англии. Или там «мьо фратерло е висуто в Рому». Он жил в Риме. Но если эта глагола «вивэре» будет отвечать на вопрос «чего» или «кого», но если вы говорите «висуто уна бэлла эсприэнса». Я пожил хороший опыт. Или я пережил хороший опыт. «Висут уна брутта эсприэнса». Или «висут чинкве ани». Здесь глагола «вивэре» уже отвечает на вопрос «чего» «чинкве ани», «вна бэлла эсприэнса», «вна брутта эсприэнса». Здесь глагола «венужда на бит савире». Но она не меняет значение. «Путери, волеры, довери» и иногда «сапери» – это модальные глаголы. Например, «ио волио кафе», «я хочу кофе». Ну здесь, в этой форме модальные глаголы, она самостоятельна, потому что после неё нет другого глагола в неопределённой форме. «Ио волио манджари», «ио волио кафе», «я хочу кофе», где в первой «хочу» это самостоятельно, а в «хочу кушать» она не самостоятельна. Здесь есть глагола в инфинитив, она считается здесь главным глаголом. Когда мы хотим делать ближайшее, прошайшее, законченное время, вот это «посато просимо», когда мы хотим сделать прошедшее время из модальной глагола «волере», «путере», «дуверь», «сапери», если эта глагола самостоятельна, то после него не нужен никакого глагола в определённой форме, тогда она «савери». «Ай волуту» ты сам захотел всё это. Я пригласил Мария, «о, им витата Мария», «ма лэй нон а волуту», но она не захотела. «Наташа волио вам дарин Италия, ма допо нон а потуту». «Наташа хотела в Италия, ма не смогла». «А потуту», «а волуту». Знаешь глаголы модальные, когда она самостоятельна, то в прошайшее время она будет «савери». И здесь возникает вопрос, когда модальные глаголы, она не самостоятельна, когда есть сочетание модальных глаголов плюс инфинитив, например, «волю манджари» или «волю андараказа». В прошайшее время какой глагол будет «авери» или «эссера»? Вот здесь надо обратить внимание на глаголы в инфинитив. Если эта глагола в инфинитив, она с тех глаголов, которые «савери», как «манджари», «волю манджари», в прошайшее время будет «о волуту манджари». А если это глагол «андари», мы знаем, глагол «андари» это «эссерес», глагол «андари» всегда висока Jestere. Волей «андараказа» будет «сону волуту андараказа». А если говорит женщина, она будет «сону волуту андараказа». Значить, когда у нас есть модальные глаголы с инфинитивом, в вращайшее время мы пользуем воспомогательные «авери» или «иссере» в зависимости от глагола, который стоит последний глагол. Если она с верой, тогда будет всё с верой. Если она с ессерой, тогда всё будет с есссерой. Посмотрим глагол доверие с лавурари, и доверие с акцист eruption. Вы знаете, что глагол раврise с игрой, а глагол датьew приостр的人 показано, как будут глагол доверие, плюс лавур Gary. in passato prossimo. «Io ho dovuto lavorare». Я венуждин был работат. «Tu hai dovuto lavorare». «Lui ha dovuto lavorare». «Lei ha dovuto lavorare». «Noi abbiamo dovuto lavorare». «Voi avete dovuto lavorare». «Loro hanno dovuto lavorare». «A dovere più essere» в passato prossimo. «Если мужчина будет говорить, будет мужской вариант. А если женщина, будет женский вариант. Поэтому я вам буду считать оба варианти. «Io sono dovuto andare». «Io sono dovuta andare». «Tu sei dovuto andare». «Tu sei dovuta andare». «Lui è dovuto andare». «Lei è dovuta andare». «Noi siamo dovuti andare». «Noi siamo dovute andare». «Voi siete dovuti andare». «Voi siete dovute andare». «Loro sono dovuti andare». «Loro sono dovute andare». «Ieri sono dovuto partire presto». «Vecerà io veno venojdin ho jehet rana». «Stamattina ho dovuto fare colazione in ufficio». «Sewodno utram io dovuto andare». «Officio». «Officio». «Purtroppo non sono potuto andare in Italia». «Ieri non ho potuto studiare». «Ieri non ho potuto studiare». «C'era io ne studiare». «On ne zahatil prodalgiat uccitsa». «Abbiamo voluto comprare una macchina nuova». «Mi zahatile kupit nuve maschina». «Mauro non ha potuto trovare un buon lavoro». «Mauro ne smog nai ti harocia rabuta». «Alora, esklucenia ad etat pravila etat glagola essere. «Glagolo essere» «Vbraćashe vremea anas essere». «Mi garim sono stato a Roma», «Sono stato in Inghilterra». «Glagolo essere» «Она всегда essere». «Но если глagola essere» «Она стоит после модальной глагola в прошайшее время, то для нее есть исключение. «Если я говорю «Devo essere al lavoro alle dieci», «Я должен быть на работе в 10 часов», «В прошайшее время «O dovuto essere al lavoro». «Лui non ha potuto essere sincero». «Он не смог быть искренне». «Теперь ваше очередь поднимать палец», «Нажать лайк», «Подписаться на канал», «Нажать на колокольчик», «Чтобы не пропустить ни одного урока итальянского языка». «Вы понимаете, сейчас, когда я вам говорю, «La lecione è finita», «Урок закончился», «Возвратная форма глагола», «Finire», «La lecione è finita», «Чи vidiamo», «A presto», «Чао-чао», «Чао-какао», «И ARRIVEDERCII»! парень torbank» «А колокольчик». «Т Coronavirus», « одарю». «А и х 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 Субтитры сделал DimaTorzok